но ты нормально начало сегодняшней рыбалки положено сезон 2020 зимней ловли открыт не но может чуть странновато ну пошли потихоньку пешня пролетает разница в три минуты в три минуты три поклевка молитва рыбака нет получше друзья всем привет день выехали сегодня с отцом порыбачить на жерлицы можно сказать у нас снова первый лед первый лед в этом году потому что ребят вы сами знаете какая в нашем регионе зима короче первый лед жерлицы говорим тихо потому что немного уже расставили жерлиц вчера я ездил значит на разведку практически вчера и еще сказать лед был очень слабый сантиметра 3 сегодня я приехал на разведку он наш поджерик стоит тут уже не стать народу столько шо осталось только одно место да по в самом стрёмном в самом стрёмном месте где никто не пошел потому что лед тонкий все остальное занято рыбаками в общем сегодняшний расклад расставить как можно больше жерлиц что мы и делаем сейчас и попробовать половить окуня пауку не кстати спросил мужика когда сюда уж и шли он сказал что этот балалайка что за час не одной она шо на нам номер нам отеля даже даже на мотыля ничего не клюнула них и россию в блин а что за этот самый еще за шутки на мотыля не клюют так ночью я собираю жерлицы пока пап ну смотри так чтоб не было там и на дне ничего понял отступи метр полтора отступи от края и бури все папа сверлить лунки быстро поджерлицы я их собираю и начинаем расстановочку поэтому узырьку красота конечно ё-моё лёд тонкий правда страшно весь трещит сантиметра наверно четыре с половиной все равно бур используем хоть тут не толстый но жерлицы намного приятнее так ставить если щука то доставать потом раздалывать ничего не надо так первый флажок какой мы сегодня поставим вот тут луночка есть опускаем это все дело оба на меряем дно но все короче как обычно что вам рассказывать ребят меряем дно отступаем от него от 1 вот фиксируем и цепляем жирца и живчика у нас сегодня значит хороший карась я его купил заранее очень сильно ждал льда наконец-то пока он будет вот он красавчик карасик хорошего размера мельчить не буду по размеру потому что хочется поймать же щучку покрупнее так сказать есть ну как он трещит то пошел карась полметра глубины нормально сегодня относительно хорошо потому что лед шугой покрылся вот такой чуть-чуть поэтому здорово еще рыба нас не будет так видите так карасики не знаю может вы скажете крупный карась но вот это по моему нормальный размер у меня есть жерли сайте есть и двойники и тройники на двойник тоже отлично клюет сколько раз я ловил все мне как бы нравилось вот сегодня попробуем это дело повторить опускаю есть он карась как красиво видно и вода он плавает вокруг смотрите щука если будет она по-любому должна ухопнуть я вот когда собираю жерлицы то собрал штуки 3 пошел поставил собрал 3 пошел поставил не трачу время на то чтобы все собрать а потом идти расставляться не на мой взгляд так намного быстрее то есть и взяла так несколько собой жерлицу тебя ничего не путается взял живца пошел на точку и вероятность поклевки так намного больше получается ты быстрее расставляешься лед действительно очень тонкий пробивается с первого удара вот я пробовал вам показывала чпок и сразу дыра хорошо что он не полностью прозрачная с небольшой шухой рыба не так будет бояться вот и окунь и щука тоже и меньше нас будет видно по таким зарослами значит расставляю жерлица кто-то скажет то ты шо серега откуда тут щука есть она тут ребят она заходит значит самый упор даже вон туда подальше подальше и там она в упоре живет блин зимует вот стоит красоткой там она будет сегодня срабатывать по любасу но так ребят не успели бы доставить все жерлицы вот у нас уже сработка на первую какой мы ставили пошли потихоньку сейчас посмотрим что там у нас бывает такое что холостяк бывает такое что все хорошо но я иду ничего не мотается не знаю может ветер может хрена выше сейчас посмотрим вымотка есть была сработка да ничего нету сработка была карасик пожеванный ночью у нас была первая сработка ребят была не холостая был подход только мы не успели расставить и жерлица уже стреляла это очень здорово ведь так и но и должно быть походу вот когда есть клюх надеемся что он сегодня будет ребят у нас работка на глаза тут сидит сто процентов пошла мотать есть есть после долгой паузы тут кто-то сидит некрупная малых а шнурок шнурок такой небольшой совсем вот вот такой шнурочек после долгой паузы он клюнул ребят получается долго очень он взял я ждал отошел и только потом получается у нас засекся долгая пауза была еще кося если посмотреть в пиалках пиалочки вот пиалочки тут пиалочки там ноты нормально начало сегодняшней рыбалки положено сезон 2020 зимней ловли открыт до 1 лед конечно страшный но мы будем осторожны друзья если вы не успели приобрести какие-то снасти для рыбалки туризма либо вообще хотите себе что-то приобрести подобрать главный товар я вам рекомендую пользоваться е-каталогом как это делаем мы как это работает мы с вами переходим в е-каталог по ссылке в описании друзья выбираем нужный нам раздел допустим призмы рыбалка в данном случае и выбираем вкладку термос и делаем расширенный подбор объем термос выбираем побольше чтоб димона было больше чая полтора два литра делаем подобрать так термоса очень много допустим вот этот японский термос я знаю отлично у него отзыв он просто офигенный но стоит не дешево можно посмотреть фотографии описание и выбрать интернет-магазин самой низкой ценой сравним этот термос каким-то другим с более допустим дешевым ну вот термос есть пример какой-то полтора литровый он такой гламурники по фотографиям ну довольно таки интересный но не знаю как он будет держать тепло видим что объем у них одинаковый клапан клапан у того стекло у того нержавеющая сталь материал там пластик дата выпуска разная и габариты но главное отзывы здесь и друзья у дешевого термоса не видим негативные много таких плохих смайликов в общем ребята с помощью каталога выбрать можно абсолютно любой товар подобрать то что вам нужно сравнить по цене и товары между собой ссылка на и каталог в описании под этим роликом переходите просматривать если вам интересно я реально его вам рекомендую про рыболовное приключение а выйдет а были еще день добрый или сюда сразу вчера а вчера держал лед было что-то не по рыбе были окунь наверно мужики с утра всех распугался просто во второй половине тут же или туда дальше а вот тут клевала до как-то я как-то не пойму как-то очень быстро стреляет буквально две минуты и вести ночью сейчас посмотрим что тут у нас мотает есть тоже не крупная тоже не крупная но и старая ребят чтобы понимали разница в три минуты в три минуты три поклевки быстро ставим живца туда же и продолжаем так меняем нашего карасика в ту же жерлицу где клюнуло в ту же лунку лунки не меняю ловлю на в тех же самых может еще раз клюнуть ночью друзья утренний выход прошел щуки мы во переставляли жерлица немножко вот в другое место и ждем выхода так сказать обеднего обеднего уже сейчас посмотрим пока я ходил смотрел приехал мужик с женой я там у местных спрашиваю на кто там ловит говорю кто-то с женой приехал на рыбалку не говорят это он жену привез на рыбалку они сам приехал и вот она уже ловит ну давно там ловят ходит я бы сказал она поисковики счетов ни хрена она не сдается ловит она очень долго уже вот наверное часа три при условии что вот я разговаривал всего лишь несколько окуньков с еще одним разговаривал тоже несколько окуньков а у нее ребят на бомбочку но пяточек уже был точно где-то пяточек она влупила окуней мелких да но любой бы другой уже с таким плювом куда-то свалил домой побыстрее сказал что тут делать она нифига не сдается вот такие вот бывают сейчас попробую найти окушка сделать серию лунок люди дальше ловят там вот что-то подлавливается потихоньку а мы тут как раз и джерлицам близко будет на ту сторону подойти если что я сцепляю 2-3 мотырика мормышка вольфрамовый муравейчик и на него сейчас попробуем найти его тут глубина небольшая где-то метр я в такой же найти полтора-два но попробуем начать с этой глубины и опускаю он с травы прям вылетает нет получше это нормальный окунишка вот такой вот есть подсаживаем туда сейчас мотылика парочка чтоб было так покрасивее раз-два есть и поехали на 1 опустили подняли чуть выше и погнали есть еще один красавчик лед трещит у нас присыпала крупой подловили окушка так чисто по приколу взяли наверно десяток тех кто крупнее остального выкинули прикол такой в лунку смотришь стоит окунь штук 10 ты мормышкой ведешь вот такие окуня они смотрят не берут молитва рыбака ребята самое волнительное когда сработка ты стоишь ждешь будет ли она разматыватель она просто стоит папа ты видел когда сработала на глазах а если на на завтра то ну ничего пока не мотает долго мы уже ждем долго ждем ничего не подруга размотки нету просто был хлопочек и все и карась как на месте сидит тоже мелкая такая еще почетло вот она сидит ну вот бывает такое шоу без размотки хлопает просто хлопочек и всего ну вот отлично взяла аккуратно даже флюрик не повредила чисто снизу двойник хорошо себя показал правда чуть-чуть только шею разогнул я снова вместо в порядок с вами приведем его сработка давно уже стоит флажок мотает собака выдернул сорта а так хорошо мотала раз два три четыре а там где он немного толще просто идет трещина большая вот это как я пришел два часа прошло то вы наловили приехали без рыбы да тут точно без рыбы приехали ну чё ребят наша рыбалка подошла к концу все разъехались разъезжаемся и мы самое последнее вот ночных выходов один был одна сработка и все как-то вяло после 11 часов практически ничего не стреляла вот это вечером просто проскучали чуть-чуть немножко погода начала меняться выпала крупа вот это да по потеплело но мы в это время пока вот типа типа скучали говорим половили окушка но неплохо как бы под дуба селя клевала честно хреново не со дна клевал клевал чуть выше правильно в толщей воды но поклевки были поэтому ребят мы сейчас собираемся и едем домой если вам все понравилось лайк подписывайтесь ну и увидимся следующих наших так сказать теле передачах все всем пока